Друзья мои, всем привет! С вами снова Киномишка и на улице тепло. Лето, друзья мои. Я так понимаю, что мой выпуск уже выходит в июне, поэтому всех с началом лета. Хотелось бы, чтобы оно было очень жарким. Ну что, я продолжаю рассказывать вам про золотую эпоху Голливуда, тридцатые и пятидесятые года прошлого века. Ну и, как и обещал, сегодня я расскажу о самых красивых актрисах старого Голливуда. Но вспоминаем выдающихся актрис золотого века Голливуда, эпохи, я считаю, настоящих суперзвезд кино. Они красивые, талантливые, яркие. Это актрисы старого Голливуда стали легендарными еще при своей жизни. Им поклонялись, их боготворили, им завидовали, но, конечно же, им подражали. Они стали в тот период, да и сейчас, кстати, законодательницами мод, с легкостью меняли представление современниц о прекрасном. Чем же они так привлекали? Давайте я попробую вам рассказать. Итак, самые красивые актрисы золотого века Голливуда. Грейс Келли. Карьера многообещающей актрисы Грейс Келли длилась всего четыре года, с 52 по 56 год. Но за этот период у нее было две номинации на Ускар, причем одну из них она даже получила за участие в фильме «Деревенская девушка». А еще сразу съемки в трех картинах культового режиссера того времени Альфреда Пичкока. Две из них, кстати, входят в список самых лучших работ режиссера. Называются они «В случае убийства вы набираете М» и «Окно в подбор». Но, к сожалению, ради любви к своему титулованному супругу Грейс пришлось попрощаться с карьерой актрисы, потому что ее муж, князь Монако Ремье III, был против того, чтобы его жена снималась в кино. И, кстати, в Монако даже показ фильмов с ее участием запрещен. В итоге, с 1956 года Грейс Келли официально завершила свою работу. И, к сожалению, ее жизнь оборвалась с 1950 года из-за автомобильной аварии. Также у Грейса и ее супруга осталось трое детей. Это Каролина Маргарита Луиза, это Альберт Второй, ныне правящий князь Монако, и Стефания Мария Елизавета, которая, кстати, находилась с ним в момент аварии. Ее дочка выжила, но в Грейс Келли погибла. Кстати, в 2014 году на большие экраны вышел Байопик, принцесса Монако с Николь Китманом в главной роли. Княжеской семье эта картина не очень понравилась, потому что многие факты были искажены. И как-то не очень ее взлюбили. Но, тем не менее, фильм есть и стоит его пересмотреть. Следующая актриса – это Натали Вуд. Эту актрису называли королевой Голливуда. А ведь она дочь русских эмигрантов, которые считали себя очень русскими. Свою актерскую карьеру Натали начала к 4-летним возрастам и быстро стала очень популярным актером-ребенком. Фильмография актрисы более 60 фильмов. Самыми известными из них являются «Завтра – это навсегда», «Чемпион» на 34-й улице, «Бунтарь без причины», «Кандидат» и фильм «Метеор». В ночь с 29 на 30 апреля 1981 года случилась трагедия. И при невыясненных обстоятельствах Натали Вуд утонула во время плавания на яхте у острова Санта-Каталина. Расследование продолжается до сих пор. Подозреваемым по сей день является ее супруг Роберт Вагнер, муж актрисы, который после ее смерти должен был обогатиться на 30 миллионов долларов. Так это или нет, мы пока не знаем. Следующая актриса – это Лана Тернер. Лана была самой чувственной, гламурной, воздушной актрисой старого Голливуда. Она попала в мир кинематографа преимущественно благодаря удаче и своему ангельскому личку. Ну и, конечно, у нее была потрясающая фигура. Кроме головокружительной карьеры, красота Ланы подарила ей огромное количество поклонников, а мужчин она просто приняла как перчатки. За свою жизнь актриса сменила семь мужей. То есть, семь раз она выходила замуж. Некоторые режиссеры упрекали Лану в ее неразборчивых связях, просили стать серьезнее. Иначе карьеру в Голливуде она бы не построила. Но, как вы видите, это не так. В фильмографии актрисы порядка 50 ролей, самыми удачными из которых считаются «Где-нибудь я найду тебя». Почтальон всегда звонит дважды, «Имитация жизни» и «Ветерозелье». Лана скончалась на 75-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Умерла она от рака. Благодаря таланту и огромному вкладу в кинематограф, актрису отметили звездой на Голливудской «Аллее славы». Следующая актриса – это Вивьен Ли. Говоря о Вивьен Ли, в голове всегда всплывает образ, конечно же, Скарлетт О'Хара. Девушки необычайной красоты из актронизации романа «Орсеный ветром». Орсен Уэллс однажды сказал, что Вивьен – это одна из тех женщин, которая появляется раз в поколении и от которой взгляд не может оторвать весь мир. Как же он был прав на самом деле. Но кроме красоты, актриса славилась непростым нравом, ну и, конечно же, маниакальной депрессией. Несмотря на все это, многие режиссеры мечтали заполучить Вивьен Ли в свои фильмы. Тем не менее, фильмография актрис состоит всего лишь из 21 фильма. Но зато какие-то были фильмы. «Унесенные ветром», «Анна Каренина», «Храма и желание», «Леди Гаминтон», «Мрачное путешествие» и многие-многие другие. Вивьен Ли ушла из жизни в 53 года и причиной ее сменки стал педрукулез. Следующая актриса – это Одри Хёбберн. В свое время Одри была одной из самых востребованных, стильных, красивых и, конечно же, ярких звезд «Золотого Голливуда». Ее называли лучшей актрисой за всю историю существования американского кинематографа. Ну а к ее ногам, конечно же, были готовы сложить голову все мужчины мира. При всей своей красоте и явном таланте Одри Хёбберн, она развенчала миф о том, что красивые девушки, а не глупые. Нет, на самом деле это не так, потому что она была очень хорошо образована, она знала шесть языков и обожала литературу. За свою актерскую деятельность Хёбберн снялась в 32-х картинах. «Римские каникулы», «Забавная мордашка», «Шарада», «Легендарный завтрак», «У Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Война и мир» и многие-многие другие. Следующие, друзья мои, это Мэрлин Монроу. Говоря о самых красивых актрисах старого Голливуда, конечно, о ней нельзя не вспомнить и никак нельзя забыть потрясающую блондинку, которая сводила с ума самых влиятельных и богатых мужчин мира. Мэрлин до сих пор поклоняется, о ней пишут стихи, песни, ей посвящают документальные фильмы, байопики, конечно же, используют ее образ в рекламных кампаниях. Пожалуй, нет и больше не будет таких актрис, способных затмить Мэрлин Монро. Мэрлин пережила очень трудное детство, но это сделало ее только сильнее и, конечно же, целеустремленнее. Фильмы с ее участием любят и помнят до сих пор. Ну, одни в джазе только девушки, чего стоят. Ведь каждая картина с ее участием стала классикой жанра, ну и, конечно, по ней можно изучать актерское мастерство. Итак, друзья мои, сегодня я рассказал вам о некоторых актрисах старого Голливуда. Это продолжение вы увидите в следующем ролике. А пока, всем пока!